приветствую всех друзьям я зовут кирилл сегодня мы с вами будем работать не в блендере мы сегодня будем работать собственно спинтере эта программа для текстурирования и я с ней знаком достаточно давно но последние года полтора наверно с не особо и не работал на эту девятнадцатом весь 20 прошел без нее только так пару раз открывал поэтому сегодня я официально начну вместе с вами заниматься собственно с пейнтером и мы с вами сделаем первых стилизованный материал подготовим который будем использовать для некоторых наших моделей будучи например кровать который у нас будет под текстурирование вот собственно начнем надеюсь что у вас есть я не очень знаком сильно с этой программы поэтому очень ну это прямо подробно объяснить не смогу я даже себе выписал какие кое-какие заметки чтобы объяснять что-то так вот открываем substance painter можно его купить в стиме а или уже нельзя я не знаю я купил стиме когда-то в девятнадцатом при открытии программы появляется такие такой интерфейс вот нам нужно закрываем и чтобы создать добавить модельку которую будем текстурировать надо нажимать new но сейчас мы будем создавать материал который будем будущем использовать поэтому я предлагаю использовать shader ball это специально такой такая моделька на которой можно настраивать материал он находится вот здесь open сэмплер файл open сэмплер вылезает такая вот нюшка вот preview сфер секундочку так сделал захват только окна вот подгрузилась моя сфера у меня тут окажется сохраненный материал есть алюминий это я его сам создавал давайте мы его уберем должна быть такая чистая сфера чтобы вращать нужно зажимать alt и левую кнопку мышки мы вращаем alt и колесиком мышки зажать это мы его так вдоль колесико мышки вперед назад это мы приближаем отдаляем и еще можно правой кнопкой мышки и alt тоже приближать отдалять с помощью shift по моему и правой кнопкой мышки мы можем вращать освещение того чтобы заглядывать самые сокровенные тайны нашего shader ball таких shader ball есть огромное количество есть кастомная есть в каждой программе в блендере тоже свой shader ball есть они хорошо подходят для того чтобы смотреть как выглядит материал если у вас нет модельки конкретно итак переходим к созданию нашего материала для будущей кровати мы работали будем здесь в слоях это как photoshop если вы умеете работать photoshop это вы молодец я вас поздравляю вы справитесь с этим намного лучше чем я начал давайте создадим папку назовем знаю стайлайст вуду типа у нас дерево только давайте по английски напишем стайлайст вуду вот и это у нас же фолдер получается да и внутрь на него филлайер это вот это внутрь так закинули филлайер назовем бэйс колор допустим бэйс колор это наш основной цвет будет отключаем у него вот тут в правом внизу хотя у вас наверное интерфейс может отличаться я не помню какой стандартный интерфейс у нас в properties 10 мы оставим только color потому что нам нужен только цвет и выбираем какой-нибудь коричневатый наверное так потом если что подправим ну либо может быть потемнее красноту бэйс колор собираются вернем раф из раф нас поставим это 09 давайте так металл нам нужен ну это если мы будем из него делать металл все это тоже самое можно сделать из него металл то есть мы ставим металл выкручиваем его допустим в единицу а потом уже играемся с равна сами с цветом то есть мы один тот же материал можно использовать для дерева и для металла и для всего остального но нам пока это не нужно поэтому отключаем так дублируем бэйс колор вот нас будут edges края и благодарна или неблагоприятное время выбрал для записи видео середина рабочего дня и меня постоянно отвлекают цвет тут нужно потемнение сделать смотреть как работает слои то есть как наверно photoshop хотя не помню то есть верхний слой действует на нижний ну да поэтому нам надо добавлять здесь маски правой кнопкой мышки от бывает маска белую маску добавляем и в маску надо добавить минератор от ад generator видите и вот здесь выбираем маска editor можно вписать здесь в поиске но он здесь находится вот маски лидитар вот у нас появился наш первый слой дополнительная значит есть у нас тут global контраст мы давайте его поднимем на 022 примерно так давайте выставим на единичку так генератору можно добавить фильтр который называется sharpen для этого нажимаем правую кнопку мышки фильтр фильтр sharpen я подозреваю что надеюсь и уставляем sharpen например на полторы единицы либо 16 пока что результат не особо заметен но мы с ним еще работаем сюда же добавляем levels нажимаем кнопочку invert видите мы сразу осветлили наши края это как стилизованное такое дерево если вы посмотрите какие-то рисунки какие-то референсы очень часто всегда будут у краев светлые какие-то на все остальное потемнее так opacity у нас где черный ползунок нам примерно на серединочку посмотрим давайте пока так чтоб чуть-чуть светлое было так добавляем cavity дублируем первый слой и поднимаем его над edges называем его cavity это можно свернуть цвет нам нужно выставить темнее выключаем roughness и если у вас есть металл у нас тоже выключаем добавляем сюда белую маску и как и в прошлый раз добавляем генератор mask editor вот он global balance то есть она выставляем на 0 25 текстур опа сити 06 и текстур 2 тоже 06 опа сити мбит окружен единичку червачер единичку тут у нас есть вкладка тексту вот ведь тут blending мод мы меняем на multiply и открываем вторую вкладку тексту 2 здесь меняем blending мод на от subdivide дальше мы открываем вкладку импит окружен нажимаем клавишу кнопочку invert и тут же у нас есть blur вставляем допустим 33 и баланс 0 33 закрываем краем короче р плензинг мод у нас должен 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 быть нормал помод на кавитис дальше в кубер вичер выставляем софт примерно на 0 45 medium на 0 24 large и я все остальные мои большие элементы мы вставляем в 0 все это мы можем закрыть дальше у нас внизу есть такие вещи как текстур и текстур секундарем здесь мы ищем гранж расту файн гранж расту файн и в текстур 2 гранж ров дайте есть и баланс яичку да конечно этот шейдер был тот еще баловник видите у него очень незаметно эти изменения потому что нету шероховатости на поверхности но следим за действием и возможно у нас все получится так теперь нам нужно добавить color variation это такие такое значение у нас есть некие градиенты переходы из цвета в цвет поэтому дублируем базовый цвет выставляем наверх добавляем к нему генератор включаем здесь roughness цвет светло не поверите фиолетовый не знаю какой-нибудь такой переместили уже наверх добавляем к нему генератор так гад слоев то гад слоев то блендинг мод выставляем здесь soft light где вот и значение 30 . гад слоев то не забудьте выключить все кроме цвета потом горизонтальные и вертикальные углы выставляем 90 градусов и глосс 0 light 0 добавляем 100 лаву правый верхний ползунок примерно вот вот так средний верхний ну давайте вот так нижний правый даже не нижний правый ну чуть-чуть повнутрь значит для генератора light blending мод а подождите что-то здесь это сюда надо soft light 30 . а для генератора light divide вот то что я хотел я себе на самом деле выписал неуютно себя чувствую с этим со сценарием простите за какую-то неуверенность в голосе первый раз такое дело наверно так больше не буду в следующий раз все на импровизации как всегда дублируем color variation удаляем все генераторы длить лучше здесь это у нас что будет это колик color variation еще номер два меняем цвет на зеленоватый зеленцу подбросим здесь добавляем генератор light все выключаем кроме color так blending мод это у генератора получается оверлей оверлей 25 так уровень то есть угол 270 выставляем и здесь 270 выставляем gloss 0 light 0 интересно такой цвет получился да не скажешь что это коричневый теперь мы добавляем сюда еще один fill layer который выставим наверх может быть таковы что играйся не переиграйся называется давайте добавим добавим fill layer а он назовем ambient occlusion только color оставляем добавляем белую маску и добавляем генератор сюда dirt грязь здесь мы контраст убираем в ноль три планар оставляем он гранж гранж amount 0 скейл оставляем 2 edge mask 0.22 так вроде бы здесь все выставили так у нас есть фильтры здесь есть бейкет light stylized stylized перемещаем наверх над всеми значит условием opacity 0.27 выставляем ну просто 27 не 0 значит в фильтре выбираем sun sky угла 270 какой приятный цвет получается прям любо-дорого посмотреть значит добавляем новый fill layer теперь белые это edge highlights подсвеченные углы highlights белая маска есть только color конечно же так цвет давайте возьмем пипеткой хотя нет подождите давай сначала настроим все потом возьмем пипеткой значит так на маску мы кладем fill добавляем запеченную карту curvature запеченная карта curvature у нас находится в текстуре вот курватуры у вас если будет другая своя модель то здесь будут другие запеченные карты кидаем сюда она появляется только после запечки кстати еще раз повторю levels нужно добавить сюда черный верхний ползунок тут чуть больше середины 0.5 8 7 а белый верхний 0.800 допустим 70 видите у нас результат уже есть какой-то теперь берем пипеткой светлый участок какой-нибудь так и можно чуть-чуть высветлить вот вот так теперь еще добавляем один fill layer у нас типа гранж будет значит белую маску добавляем 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 сюда fill или blending mode или у фил blending mode divide если поставить отлично я себе выписывал все как господи не вижу текстуру нужно добавить гранж конкрет гранж конкрет конкрет гранж так баланс 0.5 контраст 0.2 20 здесь divide вот хорош добавляем сюда еще levels черный верхний ползунок на 0.20 280 чем-то давайте вот так а белый побольше 0.60 8 7 вот так так у нас получился что-то получилось и того у нас имеется вот такой вот shader ball с готовым материалом который можно редактировать так как вам удобно для того чтобы сохранить этот материал он сохраняется вот здесь smart materials на полочке мы берем право ну то есть нам нужно чтобы все было в папке правой кнопкой мышки на него и create smart material вот почему-то он у меня кстати и первый который я создавал и вот этот появляется без превьюшки на самом деле должна быть вот такая вот превьюшка не знаю в чем беда в чем причина не понимаю но в любом случае оно работает давайте вам даже покажу как мы сохраним я открою свою кровать кровать который я уже создавал следовать новый проект делаем это только в качестве примера это не не берите за основу наша кровать я делал для себя а не для урока на суду удаляем слой идем в запечку быстренько не смотрите вам здесь еще нельзя смотреть так неправильно break наш мат 2048 пока здесь ничего не говорю потому что еще рано вам знать что здесь происходит так запекается все и не кидаем сюда наш подсознанный вот покрасили великолепно давайте сравним с тем что я уже создавал может если сейчас лучше сделать чем было но тут видите цвет просто другой но так все то же самое вот все мы сделали свой smart material можем его использовать применять в нашем следующем уроке все надеюсь что вам было понятно потому что я не эксперт в этом деле и и ой чувствую волну гневных комментариев что это было и так далее простите за все до скорых встреч с вами был кирилл пока пока увидимся услышимся следующим видео где мы наконец покрасим нашу кровать все пока